Находясь во взаимодействии с миром, мы должны получать хотя бы минимальное, это то, что нам нужно для выживания, хотя бы выживание. И хотим получить максимальное, это то, что делает нас счастливыми. И разница между минимальным и максимальным, это своеобразная шкала. Хотелось бы, чтобы вы подумали, может быть сейчас, а может быть позже, а как ваша жизнь, она где находится на этой шкале в целом? Между минимальным и максимальным, между просто выживанием и счастьем. Я думаю, что все мы стремимся к счастью, и практически всем нам сложно достичь этого. В достижении нашего счастья, в достижении наших желаний, удовлетворение которых приносит нам удовольствие, радость, мы должны тоже еще помнить о том, что у нас есть такая вот особенность. Мы в своих желаниях, двоичные, полярные, разнонаправленные, мы в своих желаниях к чему-то стремимся, а от чего-то убегаем и постараемся отдалиться. И по сути наша траектория, нашей жизни, это вот траектория, которая складывается из двух сил. Одна, это сила притяжения к тому, что мы хотим получить, и вторая, это сила отталкивания от того, что мы хотим избежать, чего мы не хотим. Каких-то неприятностей, дискомфорта, каких-то сложностей. И в системно-функциональном дизайне, как и в системно-функциональном психоанализе, это связано с двумя структурами нашей психики. Есть одна структура, которая отвечает за то, что мы хотим получить что-то, что не важно. Эта структура называется оральный вектор. И есть в нашей психике структура, которая отвечает за то, чтобы избегать того, что нам не хотелось бы, неприятно. Эта структура называется обонятельный вектор. И вот так в своем сочетании, в квадре энергии, они ведут нас по жизни. К тому, что хочется, и того, что хотелось бы избежать. Избежать.